Гарри Поттер и Философский Камень Уже много времени мы потратили, непонятно на что Но смотрим, что же у нас близнецы Фред и Джордж решили здесь сделать Что за эксперименты они устраивают Они не заметили Гарри С учетом того, что у них есть карта мародеров Ну, по крайней мере, мы избавились от миссис Норрис и Филча Потому что они меня реально задолбали Эй, Гарри, ты собрал для нас 25 конфет? Чуваки, зачем вам столько конфет? Он гном Класс! Теперь у нас достаточно конфет Спасибо, Гарри Чтоб мы без тебя делали Держи волшебную карточку Ты ее заслужил Спасибо, Гарри Ты нас здорово выручил Помни Ты и знать не знаешь Что мы собираем конфеты Это будет нашей тайной Договорились? Дети Пошли, Джордж У нас полно дел Конфеты Это тайна А мы-то в детстве один гуталин жрали, наверное И собирали его, потому что Я не могу Так Я не могу к ним присоединиться? Не могу Обидно Ну, давайте возвращаемся Походу, опять придется Против миссис Норрис и Филчи воевать тут Я надеюсь, что не нужно будет уже Ура! Гермиона, Рон и Гарри Узнали тайну философского камня С его помощью Можно было получить Эликсир жизни Зелье, дарующее Бессмертие Неудивительно, что кто-то хочет его украсть Такая штука Любому пригодится Заметил Гарри Логично Гермиона предположила, что в свертке Который Хагрид забрал из банка Гринготс Был философский камень А теперь камень лежал в запретном коридоре И его охранял тот, кто рычал на Гарри и его друзей В последнее время Снэк ведет себя очень подозрительно Мне кажется Он хочет украсть философский камень Снэк не станет ничего делать Пока Дамблдор в школе Но Дамблдор 10 минут назад улетел в Лондон В Министерство магии Значит Это будет сегодня Пойдем Очень странно Мы столько времени потратили Что делать с Филчем? Он всегда следит за запретным коридором Только бы нам повезло Мы столько времени потратили Непонятно на что И у нас уже конец Похоже, Филч решил сегодня отдохнуть Ну и слава богу Герменный пульт Я понял Ну же, пошли быстрей Так, хорошо Ну последний уровень Так последний уровень Но меня это немножечко напрягает Если честно В том плане Что у нас Много лишнего Ему было уделено По максимуму времени В то время как В то время как У нас уже концовка Запретный коридор Мы идем Снэга И непонятно Почему снэг именно В игре это не показано То есть действительно Расчет идет в первую очередь Гарри, сюда! Расчет идет в первую очередь Именно на тех Кто смотрел фильм Не книжку читал А фильм смотри Так вот откуда Доносилось рычание Ты слышишь? По-моему нам не стоит Туда идти Мы должны остановить Снэга Давай, Гарри Мы пойдем следом Пушок Только не очень Пушок Текстурой тоже Решили особо много Делать Только Хагрит Мог назвать Это чудовище Пушком Попробую поиграть На флейте Вдруг Пушок заснет Будь осторожен Ага, надо отбирать Пушок Хагрит Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Все оказывается довольно-таки просто было Просто нужно было слева направо Да, девочкам уступаем место Ладно, надеюсь, увидимся через минуту Все нормально Тут мягко, прыгайте В говно там могли прыгнуть Что-то мягкое тоже Ну ладно, не будем мы На эту тему как говорить Дьявольские силки Я знаю, что это Дьявольские силки В следующий раз Я буду внимательнее на уроках гербологии Помогите! Гарри! Вытащи нас отсюда! Не приближайся к этим щупальцам Субтитры создавал DimaTorzok Ужас! Ужас! Мечта я помню! Субтитры создавал DimaTorzok Наконец-то! Это мечта японцев В тентах Спасибо, Гарри! Нечисть! Гарри! Ты почти сделал его! Сюда, Гарри! Почти! Почти! Ну ладно! Гарри, ты должен поймать ключ Здесь тебе пригодится Здесь тебе пригодится твое умение летать Вверх! Удачи, Гарри! Да, здесь она мне не помешает Черт, я потерял! Я потерял! Потерял ключ Из виду Есть! Фух! Гарри, чё что ли летишь? Получилось, Гарри! Посмотрим, куда ведёт этот путь Ключ и Гарри, но двери открылись сами Круто! Крутая механика в игре! Так, ну по идее, должен следующее Это будет шахматы, да Следующее препятствие Гигантская шахматная доска Рон пошёл играть Надеюсь, у него всё получится Так, я надеюсь, у меня получится пройти это с первого раза Потому что в детстве это было довольно-таки проблематично Пройти эту игру У них своеобразные правила Это не шахматы Это что-то своё Подскользнулся и упал Мы меня ранили Мы меня ранили Гарри, теперь твоя очередь Твоя? Гарри Смотри, Гарри Эти фигуры сами сражаются между собой За один ход Каждый из них переходит на одну клетку Будь осторожен Чтобы пройти к двери Ты должен заставить все фигуры уничтожить друг друга Чтобы начать игру Зайди на доску Будь очень осторожен Так, хорошо А, так тут метки показывают Это в разы всё упрощает Серьёзно? Зачем мне надо было показывать эту метку? То есть мне просто необходимо В противоположную сторону Сейчас передвинуться Вот сюда А теперь сюда Лучше бы здесь была обыкновенная шахматная парка И детей бы получили заодно таким образом И вообще Было бы проще По крайней мере для меня Врона бросили А зачем она может? Так, сохраняемся Испытание с зельями теперь будет О нет Выход закрыт волшебным огнём Кажется, ты должен выбрать правильное зелье Будь внимателен Не ошибись Это зелье Поможет пройти сквозь огонь Внимательно следи за склянкой с нужным зельем Потом ты должен будешь выбрать именно её Крайнее слева Вот это вот Нет! Опять началось Дурко Ты не то нажал Опять на том же самом месте Ну, ещё раз начнётся Ну, уже быстрее В этот раз они двигаются ещё быстрее Так И так Пока Из виду не потерял Вот это вот Нет-нет-нет-нет-нет-нет Нет! Гарри, никуда лучше Не дуй Вот это Тяжело Да я практически тоже Так Крайнее С этой стороны Нет Опять Гарри Ты страдаешь фигнёй Вот это Ещё раз Ну, сколько можно? Да сам не знаю Сколько можно? Кручу-верчу Обмануть хочу, да? Вот это Отлично, Гарри Ты выбрал нужное земле А ты это когда знаешь? Да Ну, а в книжке, по крайней мере, там была загадка Тебе придётся самому искать снега Я пойду обратно, чтобы помочь ему Я не помню Удачи, Гарри Так, хорошо Нам вперёд О, сундук Сундук, сундук, сундук Нельзя пропустить Явно будет карточка, наверное Нет, тут будет жаба Отлично Две жабы В самый раз Так Квиро Как неожиданно Это не снег Это Квиро Так, ну нас ожидает Одна из последних битв Я так помню Насколько я помню Так, есть Сохранение Чуваки, мне бы не помешало сохранение Так, ну а здесь довольно-таки Насколько я помню Просто было Это необходимо было Блоки переправить Стретимся ли мы здесь? Поттер И уже не заикается Думаю, ты ожидал Увидеть кого-то другого Но это я Вечно испуганный Заикающийся Профессор Квиро Ты слишком любопытен Чтобы оставлять тебя в живых Вечно заикающийся Профессор Квиро Да ну тебя Да ну тебя беги гарри я честно говоря не понимаю зачем сразу две подставки если можно справиться и с одной да про какой же там профессор защитой гарри так есть есть первая часть сделано теперь осталось сделать мелко может одной хватит он просто кидает заклинание да боишься да елки-палки завис это что за бред что такое вот и я проклятье поттер то есть можно было один еще раз тебе не повезет да вообще бред какой-то мне осталось буквально капелька жизни и все из-за того что он просто-напросто под конец 5 раз по мне прямых попаданий сделал но хорошо что здесь было четыре лягушки и вот начинается самый жесткий момент то есть это последнее задание здесь битва с волан-де-мортом или волдеморт если с правильным переводом назовем это так ну давайте посмотрим заставочку философский камень отдай мне камень господин вы еще недостаточно сильны лысый то есть они решили просто не париться с этим всем так и вот это будет самое философский камень то есть Алик, алик... Алик, алик, алик... Чеш, это за рука! Нах, нанах, нанах... Да-да. Интересно, насколько меня так хватит. Ё-моё. У меня уже и ХП нет. Если вы смотрите этот фрагмент, то это значит, что я уже умер более шести раз. И вы знаете, я так и не смог победить Волан-де-Морта. Но удивление мне, я вроде бы меньше раз проходил в 2001 году. Так вот, меня заставка уже реально достала. Её нельзя отменить почему-то. Камень у него. Отдай мне камень. Дай мне поговорить с ним лицом к лицу. Господин, вы ещё недостаточно сильны. Для этого у меня достаточно сил. В этот раз я смогу её пройти. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Есть. Пока все отлично идет. Есть. Ужас. Еще раз. Еще раз осталось. Всего лишь один разок. Блин. Да. Да. Седьмой раз. Семь. Семь. Счастливое число. Семь попыток я смог одолеть Молдеморта. Если бы вы знали, как я рад. Какой восторг я испытываю. Я прошел наконец-то эту игру. Дамблдор улыбнулся. То, что произошло в подземелье между тобой и Квириллом, это строжайший секрет, сказал он. Поэтому, разумеется, вся школа об этом уже знает. Ну, опять, опять тормозные составки. Но я счастлив, что я смог все-таки пройти Молдеморта. Реально, игра для детей. А я доволен. Камень был уничтожен. Но Гарри опасался, что это не остановит Волан-де-Морта. И Дамблдор разделял его беспокойство. И все же, Гарри, даже если мы только отсрочили его возвращение, вполне вероятно, что он уже никогда не сможет обрести прежнюю силу. Сможет. Сможет, 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 сможет. Та-та-та-та-та. Я вангую. Гарри спустился на праздник окончания учебного года в одиночестве. Так как, судя по всему, кубок школы опять достался факультету Слизерин, большой зал был оформлен в зеленых и серебряных тонах. Но мы-то знаем, чем это все закончится. Давайте, ну же быстрее. Реально, такие паузы долгие. Я не знаю, я не помню. Действительно ли так было? Реально, если вы помните, что были такие заставки долгие в... Когда Гарри вошел, в зале наступила полная тишина. Он сел между Роном и Гермионой, стараясь не замечать, что взгляды всех собравшихся направлены на него. То есть, что, в 2001 году тоже так долго? Или это из-за того, что все-таки версия на семерке не очень-то хорошо работает? Пишите. А тем временем мы ждем. О, наконец. Кубок школы, объявил Дамблдор, достается тому факультету, у которого больше баллов. Пока, как мне кажется, лидирует с Лизерин. Да. Честно говоря, он и должен был выиграть. Но Дамблдор сам же из Гриффиндора. И, соответственно, коррупция. Из-за стола, за которым сидели ученики этого факультета, раздались громкие крики и аплодисменты. То есть... Однако, продолжил Дамблдор, за железную выдержку и фантастическую храбрость, проявленную Гарри Поттером, я присуждаю факультету Гриффиндор 60 баллов. Но это же к учебе не имеет никакого отношения, не правда ли? Баллы-то начисляются, в первую очередь, за знания, за участие в кубке по квиддичу. На этот раз возгласы ликования раздались из-за стола, за которым сидел Гарри. Гриффиндор выиграл кубок школы. За 60 баллов разница, оказывается, была. Неважно, что там еще, Гермиона, Рона... Это был самый счастливый вечер в жизни Гарри. Это было лучше, чем квиддич, Рождество и победа над горным троллем вместе взятые. У Гарри такой взгляд, типа, ну да, конечно. Ну и рисовка отмена, мне нравится, стилистика. Конец. Ммм, снег, что же он хочет? Так вот, интересно, чем же? Для чего им нужны были леденцы? Для какого эксперимента? Снег направляется или в учительскую, или в свой кабинет? Скорее всего, свой кабинет. Один стол. Ммм. Ммм. Какая озвучка. Ммм. Со всего, что-то можно. А я бы радовался такому количеству леденцов у себя в кабинете. Ну, вот и все. Седьмую карточку. Двадцать четвертую карточку, или пятна... Двадцать пятую карточку я не получил, так как ничего не собирал. Соответственно. Это было прохождение игры Гарри Поттер и Философский камень. Спасибо, что смотрели. Гарри Поттер и Тайная комната совсем скоро вы сможете ее увидеть. Всем хода! Субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует...